Сегодняшнего проекта ACB Berkut Kickbox под номером 4 из города Пермь мы получаем телевизионную картинку и Алим Наби. Зато у меня вопрос, видел ли я этот бой. Их первый я видел этот бой, не просто видел, еще и комментировал на бойцовском клубе. Здоровая история. Да, этот поединок проходил на чемпионате бои по правам ТНА и там как раз в Казани и там удивительно для всех, просто ошеломляющим таким неожиданным успехом как раз отметился Масут Архимия, одержал победу над таким фаворитом предварительным по всем показателям Алимом Набиевым. Алим Набиев тогда пропустил один удар, отчитали нокдаун как раз ему и мы знаем по правилам боя по правам ТНА, там у них вот это такое правило, оно звучит, если есть нокдаун, то уже нет экстра раунда и боец может по очкам выигрывать, но там был совершен урон, этому бойцу официальный нокдаун является уроном и тогда победа была присуждена как раз Масуду Архимии. Представляете, вот тогда был неожиданный результат и хотя по всему поединку Алим Набиев избивал афганского бойца, огромное количество ударов пропускалось тогда Масуд Архимии и вот сейчас мы посмотрим их матч-реванш. Интересная история, но вот афганский спортсмен поддавливает, начал активно, сейчас посмотрим что дальше. Напомню, что Алим Набиев тренируется как раз в большей степени в Москве, в России, в клубе Арма и тренируется под руководством Руслана Кривюши и сейчас он представляет сразу же две страны, Азербайджан и Украину. Хотя популярностью получил в России. Да, очень любопытно, три страны. Усадь, по тулу еще попадает, сейчас Алим Набиев и туда в голову переводит. Попал, молодец. Жестко сейчас Алим отработал эпизод. Кстати, главный спарринг-порнер Алима Набиева это Тимур Айляров, чемпион на бои по правам КНА этого года. В финале у него был супер поединок с Александром Дмитриенко. Это хорошо, когда есть с кем потренироваться, это самое главное. И тогда Тимур Айляров одержал победу над Александром и сейчас вот он главный спарринг-порнер для Алима Набиева является. Но хотел бы сразу сказать, что вот, конечно, Афганистан, Масуд. На ваковских соревнованиях как часто Афганистан приезжает? Вообще-то не видел ни разу. Вообще ни разу. Вообще ни разу не видел. Но, кстати, вот... Не могу ничего о них сказать. Масуд Архимия, он-то сам афганец, но проживает в Европе. Ну, тогда понятно. Тогда, конечно, понятно, что. И представ... Ну, я так понял... Тренируюсь, по-моему, в Бельгии или в Голландии, кстати? Да, уехал в Голландию или в Бельгию, и, соответственно, у него что-то получается. Потому что есть у кого научиться, есть где подрасти. Потому что как таковой про Афганистан не могу вообще ничего сказать. Ну и бой сейчас посмотреть такой непонятный, да? Вязкий, конечно. Да-да-да, конечно. И самое интересное, что Масуд навязывает свое. Вот именно он навязывает спойлер. Он так называемый спойлер. Тот человек, который не дает показать ярко себя своему оппоненту и показать все, на что способен Алим Набиев. А Алим Набиев, напомню, дорогие друзья, я вам скажу официальные информационные данные об этом бойце. Вы можете себе представить, это реальная правда. Алим Набиев провел 38 победных поединков на профессиональном ринге, 5 поражений. Это 43 боя как профессионал. И плюс вот это сейчас мы видим четвертый поединок. Изначально 21 год этому молодому, но очень титулованному и очень перспективному бойцу. 77 килограммов его вес. Ну и Масуд Рахими. 14 побед, 4 поражения, 2 ничейных результата у него. В карьере это, соответственно, 20 поединков среди профессионалов Масуд Рахими провел. И одна официальная победа над Алимом Набиевым на ТНА. Из 183 сантиметра у Масуда Рахими рос. 28 лет ему. 78 килограммов его вес. Из Афганистана. Чемпион Афганистана по кикбоксингу. Ну а Алим Набиев двукратный чемпион мира. Чемпион мира WMF по тайскому боксу. Двукратный чемпион мира. Не указано по какому виду он являлся двукратным чемпионом мира. Ввиду единоборств. Ну вот. А бой идет потихонечку у нас. Спасибо, что представил всех. Но сейчас Алим берет, по-моему, ситуацию в свои руки. Да, вот сейчас колен начинает. Прихватывает хорошо на колен. Ну, конечно, тут сейчас бы, наверное, по голове бы еще бы руками зарядить. Потому что афганский спортсмен опускает руки. Вот посмотрите, когда начинается рук, руки опущенные. Когда бьет руками, руки сразу же опускаются. О, навстречу сейчас. Да, сейчас хорошо с колена. И сам с колен-то попадает Алим. Но левый сбоку у нас еще выбросил Масуд Рахимей. Масуд опять левой сбоку попадает. Жестко бьет, на самом деле, Масуд. Коряво. Очень физически сильный парень. Смотрите, туда комбинацию. Такой двойка и правый лоу-кик. С заменой стойки, с шагом вперед. Сейчас, как то, что сделал Буайцар Пасхаев, успешно. Сейчас попробуем Масуд. Правым и тут же пропускает по тулу еще и в голову. И колено вовремя Алим вставляет. Алим запускает колено очень жестко. Вовремя. Алим Набиев очень успешно проявляет себя в разных промоушенах. И, как мы уже сказали, на W5 активно, здорово двигался и победоносно. Он также в Кун Лун файте великолепно бои проводит, побеждает. Мы знаем, пока у него не удалось ярко выступить на бои по правам ТНА в Казани. Кстати, к партнерскому промоушену для ICB. Посмотрите, сейчас он искал левый хайкик. Искал этот удар, чтобы засадить его точно. И отправить Масуда этим ударом как минимум нокдаун наносил ринга. Но не получилось. Совсем рядом был Алим Набиев. Прыжковое колено. Сторона Алима подхватывает ногу сразу же у Масуд Рахими. Напомню, что сейчас левое колено по печени попал точно. Да, попал, попал. Очень жестко попал сейчас Алим Набиев. Ну все, по-моему, взял в свои руки ситуацию. Очень близок к тому, чтобы даже закончить этот бой досрочно. Если, хотя, правда, 10 секунд доживет здесь Масуд. Кстати, любопытно. Третий раунд, да, посмотрим сейчас, как сложится ситуация. В левшу опять Алим Набиев. Алим Набиев, кстати, равноценно работает в прошлом левшем всегда. Это хорошо, когда он умеет стоечки венеры. Настолько легко он это делает. Вот сейчас хорошо начал на ногах двигаться, наконец-то. Посмотрите, что делает Алим Набиев. Здесь наконец-то начал на ногах стоять. Прочувствовал, что он может справиться без вопросов. Вовремя коленки вставляет. И его колено – это оружие, конечно, невероятно. Ну, высокий рост там – это самый раз коленки для высокого роста. Он вам не напоминает, как раз Вадим, человека, которому, значит, я с Адул Насыровым Меджидом тренировал несколько лет. Это Сулейман Магомедов. Не напоминает вам Алим Набиев его? Сулейман работал также коленями из двух стоек и переходил. Сулейман ввиду своего большого роста, да, он немножко не так быстрый, вот, а здесь побыстрее. Не, не настолько он быстрый, но технически они очень похожи. Технически, да, все вовремя. Сейчас, знаете, что делает Алим, любимое его действие, а-ля Рой Джонс, а-ля Рой Джонс. Не, ну, хочу сказать, и не тот спортсмен, перед которым можно кривляться. Афганец пока уже в третьем нанде, вернее, уже ничего не может показать. Поэтому Алим это прочувствовал и расслабился. Он понял, что он лучше, быстрее, сильнее. Поэтому позволяет себе, вот, как это, покривляться, скажем так, по нашему. Да, покривляться это, кстати, тоже любит Алим Набиев. Во многих поединках он это использует, когда он просто растаскивает своих оппонентов. Он начинает сразу же игровую форму, включать игровую модель боя. И даже делает вот эти любимые вещи Ройа Джонса. Руки за спину и поиграться на публику. Честно удивляюсь, как Ахмат выиграл... Масуд выиграл, Масуд Рахими. Рахими как выиграл предыдущий бой, ну, честно, но не соответствует он того уровня. Очень слабый соперник. Видимо, случайность какая-то произошла, там зевнул. Вадим, ну, помните, я же отметил, он, на самом деле, по бою проиграл. Проиграл полноценно, проиграл по очкам очень сильно. Но был нокдаун. Понятно, я понял. Он попал тогда Алиму Набиеву, а по правилам ТНА как раз был урон. Ну что, теперь только Алиму не упасть. Хотя уровень соперника, конечно, не соответствует вообще. Да, здесь мы слышим Руслана Крюш, что по туловищу и в голове он говорит, растерялся. Но иди вперед, иди туда, продолжай. Кстати, ну, здесь Набарик с опущенными руками стоит. С опущенными руками играет, танцует. Он их даже поднять не может, руки-то, афганец. Сразу скажу, пользуясь случаем, здесь вот на онлайн-связи, в прямом эфире из Белоруссии, из Минска, Чингис Салазов здесь с нами на прямой связи. Великолепный боец Кейуан. Происхождение он как раз белорусского, урожение из Белоруссии, а самое происхождение этнического Азербайджана. Чингис Салазов считает сейчас одним из самых крутых проспектов в мире по Кейуан. Это человек, который спаррингует со всеми супер-бойцами из Белоруссии, известнейшими, начиная от того же самого, значит, бойца, который сейчас... Маугли, которого вы великолепно знаете, Вадим, значит, великолепного Маугли, который сейчас представляет клуб Антон. Ты знаешь, Максим, хочу сказать одно, знаешь, что... Ну что, поздравим свой путь. И здесь сейчас поздравим уж точно единогласно, да, Вадим? Да, без вопросов. Конечно, я просто удивляюсь, как первый бой проиграл Валер. Удивляюсь, не тот соперник совершенно для такого бойца. Да, ну, опять же, подтверждаем, он не проиграл этот бой, он выиграл его, но по правилам, по правилам ТНН... Какие-то неправильные правила получаются, да.